МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй сезон открытия. Герои с нашего двора возвращаются на улицы города. На Алтае завершилась вакцинация против гриппа. Прививки поставили более миллиона жителей края. Напомним, вакцинация проходила за счет средств федерального бюджета. По плану, ею нужно было охватить не менее 45% всех жителей, чтобы в разгар сезона не началась эпидемия гриппа. Прививилось в итоге даже немного больше. В основном это взрослые. Сейчас на Алтае зарегистрировано больше 12 тысяч случаев ОРВИ. В основном традиционно болеют дети. Что же касается гриппа, то пока нет ни одного зарегистрированного случая, отмечают медики. Вспышку опасной инфекции ожидают после новогодних праздников. Семья из Барнаула отсудила около миллиона рублей за смертельную аварию. Речь идет о резонансном ДТП, которое произошло 30 июля прошлого года на главном проспекте краевой столицы. Водитель Инфинити превысил скорость и врезался в автомобиль Тойота Королла. В иномарке находились супруги, которые от полученных травм скончались на месте. У них осталась несовершеннолетняя дочь. Через суд бабушка девочки добилась страхового возмещения, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда на сумму почти в 900 тысяч рублей. Хотя изначально страховая компания виновника ДТП отказывалась платить. Добавим, уголовное дело по факту смертельной аварии было прекращено в связи с примирением сторон. В противном случае виновнику гибелью двоих человек грозило бы до 7 лет лишения свободы. К другим темам. Три сотни трудоустроенных за год в Новоалтайске успешно реализуют программу, которая позволяет обеспечить работы многодетных родителей. Подробнее об этом Анастасия Дороган. Это уже изделие, да? Это уже какая-то, можно сказать, гордость. Неравнодушие к шитью стало решающим фактором при выборе будущей работы. Оксана Железнякова говорит, попробовала и поняла. Эта сфера деятельности ей близка. Вакансию швеей подобрали в местном центре занятости. Специалисты учли, что Оксана многодетная мама. Я опять заканчиваю свое рабочее место, сдаю как бы и успеваю. Детский сад до полседьмого. Успеваем забирать детей. График удобный. У Оксаны трое детей. Самый младший ходит в садик. Работу не в ущерб большой семье женщина искала долго. Помог проект по трудоустройству многодетных родителей. А это не полный рабочий день или гибкий график. Участниками программы уже стало больше 500 жителей края. Соискателям не только подбирают работу, но и при необходимости проводят переобучение. Его прошла и Оксана. За счет центра занятости мы ежемесячно закрываем такие вакансии, как раскройщик, наладчик производственного оборудования, электромонтер, упаковщик. Для предприятий, признаются сотрудники, программа по трудоустройству многодетных удобна вдвойне. В таком случае компания получает дополнительные средства, которые можно направить на покупку швейной машинки, компьютера или станка для нового сотрудника. До 60 тысяч рублей на одно рабочее место. За последние пять лет так было оборудовано уже более 200 рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей. Сумма небольшая, но все же подспорье. Деньги выделяет краевой бюджет. Если оборудование стоит дороже, компания доплачивает уже собственные деньги. Предприятия, заверяют в Минтруде, охотно идут на такие условия, ведь иначе привлечь новых сотрудников довольно сложно. Только в Новоалтайске за этот год трудоустроили 350 человек. Девять из них – многодетные родители. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. Россияне запустили флешмоб в поддержку барнаульского школьника, над которым, возможно, издевались сверстники. Пользователи соцсетей делятся личными историями и просят мальчика не падать духом. Среди тех, кто уже высказал слова одобрения, наш землёк певец Арсений Бородин и солистка группы Тату Лена Катина. Напомним, об истории восьмиклассника стало известно на днях. Мама ребёнка разместила в соцсетях пост, который призывал обратить внимание на ситуацию в одной из школ Барнаула. По словам женщины, несколько учеников на протяжении двух месяцев издевались над её сыном. После того, как история разошлась в СМИ, многие соотечественники решили поддержать мальчика. Пожалуйста, не бойся обращаться за помощью к близким тебе людям, к семье, к друзьям. Это не показатель слабости. Ты уже очень смелый, потому что ты боролся с этим совсем сам. Я хотел бы обратиться к директору школы, который пустил ситуацию на самотёк, подвергая опасности здоровью детей. Я хочу попросить вас взять ситуацию под личный контроль. Пока ещё её можно решить мирным путём. Первым к школьнику обратился Пётр Винц, экс-участник КВН команды «Дети лейтенанта Шмидта». Затем мальчику написали ещё несколько человек. После чего мама ребёнка призвала всех желающих оказывать поддержку открыто. В сети уже появились соответствующие хэштеги. Ульяна выражает большую признательность неравнодушным россиянам. По её словам, сейчас мальчику спокойно в школе, он спокойно туда ходит. Сама женщина много времени проводит на допросах. Она рассказала также, что после обнародования истории её сына к ней обратились родители ещё нескольких детей, над которыми и так же, возможно, издевались всё в той же школе. Там сломанные ноги, позвоночники, через которых перешагивали учителя, не веря, что ребёнок расшибся, допустим, о котором не вызывались. Скоро они по три часа у охранников сидели. Всё это снималось на видео, как мальчику ломали ногу. Завуч лично, у всех, кто это делал, отобрала телефон и лично удалила все эти видео. Под диктовку были детьми написаны объяснители, которые были угодны школе. Жителям края, которые планируют в ближайшее время отправиться на отдых во Вьетнам, следует быть осторожнее. На известный курорт город Нячанг оброшился тропический ливень. Он уже привёл к многочисленным оползням, нарушившим дорожное сообщение. Многие жилые дома разрушены, есть жертвы. По сообщениям вьетнамских СМИ, известно о 14 погибших. Наша коллега Софья Сопрыкина сейчас находится в самом эпицентре событий. Дождь был очень обильный, огромное количество воды и с гор стекало в море. В общем, потоп здесь был действительно серьёзный. Говорят даже о цифрах. На данный момент говорят, что число жертв растёт. Вчера это было 12 человек, но сегодня утром говорили, что количество уже, к сожалению, выросло. Даже в Нячанге были жертвы, а если в деревнях, то, возможно, там ещё больше людей пострадало. Она подчёркивает, что это лишь первая волна тайфуна. Второй удар ожидают ближе к выходным, и по прогнозам синоптиков, он будет гораздо сильнее предыдущего. Сейчас туроператоры края не берутся сказать, сколько точно алтайских туристов находится в Нячанге. А мы добавим, что ближайший рейс из Барнаула во Вьетнам запланирован на 29 ноября. Герои с нашего двора возвращаются на улицы города. В Барнауле стартовал второй сезон известного проекта, в котором участвуют выдающиеся спортсмены края. В своём нежном возрасте они добились серьёзных успехов в спорте и стали примером для подражания. Подробнее расскажет Ирина Корчагина. Лица этих спортсменов видели сотни тысяч людей. Юные гимнасты, каратисты, футболисты, пловцы – те самые герои нашего двора с уличных баннеров Барнаула и Биско. Им нет ещё 18, но каждый из них добился серьёзных результатов в спорте. В новом проекте, который Алтайский край перенял у Новосибирска, приняли участие более ста спортсменов. Как это всё проходило? Всем коллективом мы садились и обзванивали все списки федерации. Первых лиц, либо нас потом перенаправляли на помощников, на вице-президентов федерации. Они составляли списки и нам их отправляли. Можно было бы, например, разместить сразу же олимпийцев или больших чемпионов, чемпионов мира сразу на первом этапе. Но я посчитал, что эффективнее будет показать их сверстников, которые уже добились определённых результатов по различным видам спорта. Многие из них лишены радости детства. Юные спортсмены проводят по 6 часов в сутки на изнурительных тренировках. Постоянно в чём-то себя ограничивают. Ко мне никаких претензий тренера не имеют, но вообще команде все сказали худеть. До соревнований постоянно надо сидеть на диетах. Каждый из спортсменов как минимум призёр Сибирского федерального округа. Удаётся сделать выступление полностью идеально? Нет, никогда не бывает идеально. Всегда есть над чем работать. В январе будет устроена фотосессия для новых участников проекта «Герои нашего двора». Планируется, что изображения спортсменов будут размещены не только в Барнауле и Бийске, но и в других уголках края. А значит, маленькие чемпионы смогут увидеть себя в родном городе, селе. В ближайшее время новые баннеры появятся в Белокурихе. Скоро жители региона увидят на улицах и фотографии самых титулованных алтайских тренеров. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Хореографический спектакль уже на этой неделе представят артисты Краевой филармонии, участники ансамбля русского танца «Огоньки». Этот большой театральный проект сумели воплотить в жизнь благодаря поддержке Министерства культуры России. Премьера хореографического спектакля на музыку Игоря Стравинского уже в эту субботу пока еще без ярких костюмов артиста демонстрируют некоторые сцены из постановки. Кстати, специально для работы над жар-птицей в Краевую столицу приехал молодой балетмистер из Санкт-Петербурга. На пресс-конференции Антон Дорофеев рассказал, что представляет из себя теория света и тьмы, которую хореограф взял за основу спектакля. Есть основная тема светлого какого-то счастья, то, что неподвластно и, может быть, невозможно увидеть человеку, но всегда ощущается сердцем и чувствуется душой. Кто-то называет это любовь, кто-то называет это верхняя чакра, кто-то это считает Всевышний Создатель. Это все по-разному, но вот я думал об этом, когда создавал и отталкивался от музыки Стравинского. Новые архитектурные решения, современные фасады и образцовое благоустройство. Совсем скоро в Барнауле появится еще один новый дружный микрорайон от жилищной инициативы. Благоустроенная игровая площадка, парковочные места, детский сад, школа, поликлиника и магазины – все в шаговой доступности. Яркий, солнечный и удобный микрорайон «Дружный-3» – это уже не сказка, а реальность, доступная вам. Чисто всегда ухоженно. Все для жизни комфортно. Продажа квартир в новом строящемся микрорайоне «Дружный-3» уже началась. Для тех, кто любит комфорт и уют, жилищная инициатива предлагает квартиры с удобными планировками в пятиэтажных кирпичных и десятиэтажных панельных домах. Оценить свою будущую квартиру можно уже сегодня. Вы можете выбрать на нашем сайте понравившуюся вам квартиру, забронировать ее. Наши менеджеры в кратчайшие сроки свяжутся с вами, пригласят вас на электронную регистрацию. Электронная регистрация проводится в течение 15-20 минут, и вы получите прекрасную квартиру от жилищной инициативы. Дома в новом дружном микрорайоне будут соответствовать всем требованиям современного человека. Здесь даже позаботились о любителях животных. В квартале появятся площадки для выгула собак. Городские власти уже объявили о планах на 2019 год по завершению строительства улицы Солнечная Поляна. От улицы Энтузиастов до улицы Жасминная, что улучшит транспортную доступность нового квартала. Ведь Дружный – это не просто жилой комплекс, это маленький город для большой семьи. Медведи в Барнаульском торговом центре «Трофей» ловят байкеры. Моторайдеры обезвредили медведя, который изобрел в торговый центр в поисках еды. Голодный зверь метался по магазину, наводя ужас на сотрудников и покупателей. Команда райдеров случайно оказалась рядом и, услышав крики о помощи, решила выгнать медведя из магазина. А так все это было. Так, дорогой мой муж, что тебе подарить? Helios Extreme. Перец! Господи, медведь! Помогите! Перец мост на Darwin game И в завершении выпуска grown to the world of Germany, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Барнауле ночью до 8, мороза днем минус 2, без осадков и юго-западный умеренный ветер.